От знойного южного лета спасают не только тенек легкой одежды и прохладительные напитки. Молодежь города собралась устроить в Центральном парке массовые обливания. Правда, долго веселиться не пришлось. Полиция и администрация парка, помня опыт прошлых лет, запретили ребятам массовые водные процедуры. Такое же веселье, устроенное в прошлом году, увы, было праздником только для молодежи. Парк же пострадал и понес убытки. После таких обливалок была побита плиткой и сломаны поливные устройства. Я был свидетелем позапрошлым году проведения мероприятий малой ежи. Они пришли, ну, здесь была городская внутренняя политика, они организовали. Привезли сюда бочки, все полностью, я думаю, все это спокойно. Нет, они мне все мраморы поломали, мне все затоптали цветы, все вот эти газоны затоптали. После них мы целый год почти восстанавливались. Поэтому я за молодежь, за игру, за всякие сборы, там спортивные, музыкальные, я за. Ну, за это я, конечно, против. Ребята, настроенные на веселое и шумное времяпровождение, сильно не расстроились и нашли для обливалок другое место. Возле красного фонтана Телепана обливаться молодежи уже никто не мешал. Мне тут очень нравится, нравится, что собираются люди, устраивают что-то веселое, интересное. Здесь очень классно, это самое то, когда очень жарко, и можно освежиться. Люди очень веселые, задорно. То, что устраивал 13-й легион в Центральном парке, конечно, тогда было народу больше, но зато здесь весело. Я думаю, если устраивать еще такие мероприятия на Тюльпане, то собираться народу будет очень много. Организаторами в этот раз выступила сама молодежь города. Кинули клич в соцсети, и вот уже больше полусотни человек с бутылками или просто из фонтана обливают друг друга прохладной освежающей водой. Цель этой обливалки, короче, чтобы все молодежи там развивались, там веселились, чтобы здесь было шумно, чтобы всем это было весело. Атмосфера шума и всеобщего веселья не могла оставить равнодушной и меня. Кстати, у меня для них всех есть сюрприз. Молодежная редакция телекомпании Отерар надеется, что таких шумных и веселых водных процедур до конца лета в Шемкенте будет еще много. А самое главное, они будут безопасными.